Добрый день, точнее добрый вечер. Мы продолжаем наш цикл. Я очень рада, что он продолжается. Каждый раз я не знаю, как все дело повернется. Я знаю людей, которые на этой площадке говорят, но я никогда не знаю, про что будет идти речь. Но потихонечку складывается некий узор, результат которого мы, видимо, потом как-то ощутим. Итак, сегодня Нина Михайловна Савченкова, философ, психолог. Тему вы увидите. А как дело пойдет, я не знаю сама, но все узнаем скоро. Спасибо. Секундочку, мне просили сказать, что если будут вопросы, после лекции нужно будет воспользоваться микрофоном. Хорошо? Здравствуйте, спасибо большое. Я тоже не знаю, как пойдет дело, потому что сюжет, за который я взялась, такой, на мой взгляд, достаточно рискованный. Но Светлана Борисовна вообще человек, который вовлекает в рискованные мероприятия. Я буду говорить с психоаналитических позиций. То есть действительно, я занимаюсь философией и психоанализом, и методологически все время нахожусь на перекрестках двух этих дискурсивных потоков. И общий сюжет, то есть тот предмет, который меня интересует сегодня, то есть в нашем разговоре, это переживание. То есть вот такая и, кстати, вот как только произносишь это слово, то сразу возникает какое-то такое неопределенное семантическое облако. Слово «переживание» как бы уже несет в себе какую-то неопределенность. И есть много других слов, с помощью которых мы эту неопределенность для себя устраняем. То есть мы говорим об эмоциях или говорим о чувствах. Но, в общем, все равно все понимаем, что речь идет о чем-то внутреннем. То есть о чем-то, что затрагивает нас глубоко. То есть то, что определяет нашу индивидуальность и то, с чем обычно трудно поделиться. То есть можно, конечно, но не всегда. И не со всеми. И есть какая-то проблема выражения собственных чувств, собственного внутреннего мира. Ну и вообще можно сказать, что эта проблема выражения внутреннего мира, она, конечно, оказывается фундаментальной для культуры. И такая вещь, как искусство, она возникает для того, чтобы эту проблему каким-то образом решить. То есть люди в поле искусства только и занимаются тем, что пытаются выразить то, что они переживают. И вот, конечно, хочется как-то подобраться к этой проблеме переживания. И в 20 веке это, конечно же, происходило. В 20 веке, ну то есть вообще произошел, как вы знаете, такой существенный сдвиг. Тоже сдвиг такой странный, потому что, с одной стороны, это возрастающий интерес к тому, что происходит с человеком, такой пристальный интерес. И вместе с тем убеждение, что подобраться к этому нельзя традиционным психологическим путем. То есть нельзя проникнуть внутрь человека. То есть нельзя воспользоваться просто эмпатией для того, чтобы понять, что с ним происходит. Даже и сам человек, и он-то не очень может понять, что с ним происходит. И интроспекция, о которой психологи говорили, как о главном методе, он, в общем, не очень работает, оказывается. И, ну вот, в частности, да, в философии проблематика переживания тоже вышла на первый план. И у самых таких фундаментальных фигур. То есть вот для меня таким очень важным тезисом звучит мысль Хайдегера, которую он озвучил в тексте, предварившем его главный труд, «Бытие и время» в пролегоменах истории понятия времени. Он говорит о том, что одна из основных проблем европейской философии состояла в том, что все философы были искренне уверены в том, что познание есть первичный способ отношения к действительности. То есть эту фразу следует понимать предельно широко. То есть вот есть я в качестве человека, есть мир. И единственный практически первичный, универсальный способ отношения с миром – это познание. И тот факт, что познание проникает даже в какие-то интимные области человеческого существования, то есть в сферу интерсубъективных отношений, в общем тоже в архаических текстах, то есть и в Библии мы видим, как работает слово «познание», то есть что означает «познать женщину», например. И вот Хайдегер говорит, что эта искренняя убежденность в том, что познание является первичным способом отношения к действительности, ошибочно. На самом деле переживание является первичным способом отношения к действительности. И тут Хайдегер во многом наследует и реагирует на посыл Ницше, который тоже очень много говорил о переживании, и который это переживание как бы радикально депсихологизировал. То есть он лишил его вот этого достоинства внутреннего опыта. То есть он использовал метафоры, которые переживания как будто бы девальвируют. Но знаменитый образ мыслителя, как коровы, чем занимается мыслитель? То есть он думает все время, в чем состоит его мышление. В том, что он бесконечно пережевывает одно и то же. То есть Ницше соотносит мышление и переживание, то есть рассматривает их как один опыт. И всячески подчеркивает, что он вводит понятие ресентимента и в нем, то есть он указывает на то, что вот этот вариант, ну как бы тема ответности, то есть что в переживании и вот в реактивных чувствах присутствует как момент реагирования на что-то, так и момент повторения. То есть вот в русском слове «переживание», то есть эта приставка «пере» как бы указывает на то, что что-то проживается снова и снова. И вот в этой линии, философской линии, которая была многократно поддержана, но мы сейчас, поскольку мы о ней не будем говорить, мне только важно указать, что даже в философии совершилось какое-то такое очень важное движение как бы депсихологизации переживания. То есть когда это рассматривалось, ну я не знаю, чуть ли не в таком кинестетическом формате, то есть что когда ты что-то переживаешь, то ты что-то делаешь, что ты повторяешь одни и те же жизненные сценарии, ты приезжаешь в одно и то же место, как у Киркигора, например, в его работе «Повторение», где тоже как бы проблематизируется переживание. То есть вот понятие «переживание», которое нам было интуитивно ясно и как будто бы не вызывало никаких проблем, начинает вот так вот раскачиваться, проблематизироваться потихонечку. И на рубеже 19-20 века возникает психоаналитическая парадигма, ну а тут уж деваться некуда, потому что психоаналитики, собственно, только тем и занимаются, что пытаются понять, что имеют дело с переживаниями других людей, что пытаются понять, что представляет собой психическая жизнь другого человека. И практически сразу Фрейд, конечно, исходит из гипотезы, что наша психическая жизнь наполнена переживаниями. То есть что это не только и не столько представление, сколько аффекты. То есть вот такая экономическая версия для него была очень близка. То есть он все время пытался говорить о психической жизни как о такой канализации аффектов. То есть его интересовала судьба аффектов. И, конечно же, это обязывало ко многому. И то обстоятельство, что психоанализ сразу заявил о себе не только как теория, но и как практика, этим обязательством придал некоторую остроту. То есть это не просто теоретическое размышление о переживаниях, это необходимость иметь дело актуально, то есть с переживаниями другого человека. И со своими собственными переживаниями, которые тоже, разумеется, возникают, когда ты сталкиваешься с чувствами другого. Поэтому, в общем, главным образом от психоанализа мы должны ожидать какой-то предметной проблематизации переживаний. И, конечно же, в связи с этим начинает выстраиваться вся картина психического мира. Нельзя отдельно создать теорию переживаний без того, чтобы за этим не повлеклись какие-то другие понятия, потому что понятия не существуют изолированно, а они системны. То есть в этом смысле мы как бы одновременно должны понять, как ну, то есть не просто получить такой слепок в психической жизни человека, а понять ее генетически. Понять то, как она формируется, вообще говоря. Ну, Фрейд с этого и начинает, потому что один из главных его текстов это три очерка по теории сексуальности, которые он пишет уже в 1905 году, то есть достаточно рано, то есть в начале становления корпуса психоанализа. И, в общем, там основная идея состоит в том, что эротизм, то есть прежде всего он берет эротизм, что он имеет историю, то есть что он не представляется некоторой данностью, то есть что ребенок буквально с момента рождения начинает формироваться как эротический субъект. Ну и вот определенную схему этого формирования Фрейд представляет. Конечно же, за этим тоже стоит некоторая попытка увидеть становление психической реальности во времени и понять те основные процессы, которые ответственны за это формирование. И вот именно тут и появляются два этих термина интроекция и проекция. Надо сказать, что почти сразу с ними происходит такая очень опасная штука, что и сегодняшний наш разговор делает в значительной степени рискованным. Вот некоторые понятия, они оказываются так к месту, так важны, что они почти сразу уходят в такой пласт повседневности, теоретической повседневности, когда люди, принадлежащие той или иной парадигме, то есть той или иной языковой игре просто сразу же начинают пользоваться этими словами. Ну, я не знаю, пользоваться примерно так же, как мы пользуемся вилкой, ложкой, ну, то есть то, что составляет наше такое подручное бытие и о чем, без чего мы не можем обойтись, но о чем у нас нет времени задумываться. И вообще уже нет никакой возможности задумываться над тем, что такое проекция-интроекция, потому что есть масса других интересных сюжетов и мы их объясняем, то есть и о них думаем с помощью этих терминов проекция-интроекция. К тому же эти слова они тоже ну, то есть обладают некоторой интуитивной очевидностью и мы понимаем, что интроекция это что-то про то, как что-то становится внутренним, а проекция, наверное, наоборот. И нас окружает, ну, и мы вообще уже об этом тоже, конечно, стоит подумать, что как так вышло, что за 100 лет существования психоанализа мы оказались в мире заполненном проекциями, то есть когда проекция приобрела уже не только какое-то локальное значение, то есть а ну вот в визуальном, визуализированном и виртуализированном пространстве, то есть тоже превратилась в один из основных инструментов. вот и мне-то как раз хотелось бы и в общем в психоанализе, конечно, это и произошло, то есть этими терминами стали пользоваться очень активно и не успели, а потом уже как бы не было необходимости их как-то проблематизировать. Мне хочется это сделать сегодня и хочется как-то ну, попытаться собрать те крохи, ну, которые на самом деле, конечно же, не крохи, потому что люди, которые особенно активно использовали эти термины, они, конечно, имели такую ретроверсивную интуицию, то есть если такие существуют, то есть когда на одном камешке выстраивается некое здание, да, то есть и затем влияние, как бы имеет место некое влияние, то есть это финальные постройки на основании, на котором это все стоит. То есть да, конечно, мы начинаем это понятие все более и более уплотняется, то есть становится все более и более содержательным, но опять же попытаться его развернуть не очень получается. А развернуть их как бы их стоит, как мне кажется, ну, потому что в них есть ну, какая-то неистребимая странность. И вот эта неистребимая странность, то есть она как-то заставляет снова и снова к ним возвращаться и пытаться посмотреть в упор, что ли, на них. Будем относиться к ним, как, ну, в общем, они именно так и концептуализируются. Уже где-то в 1908 году интроекция и проекция характеризуются как фундаментальные психические процессы. то есть вот эта формулировка, то есть она на самом деле очень ответственная. То есть это означает, что, ну, во-первых, рядом с ними как будто бы даже ничего и не стоит. То есть вот есть два фундаментальных психических процесса, которые определяют все, что происходит с нами. Интересно, конечно, как-то сопоставить это с психологическим дискурсом, потому что в психологическом дискурсе этих понятий нет. психологический дискурс вообще, как Хайдегер и предполагал, то есть опирается на скорее такую познавательную парадигму. И в учебниках по психологии мы до сих пор имеем дело с этой последовательностью ощущения, восприятия, представления. То есть а тут вот этому ощущению, восприятию, представлению противостоит интроекция и проекция. Крохи. То есть займемся собиранием этих крох, которые в очень ну как бы в разных форматах что ли существуют, то есть в разных интуитивных форматах. Первое, интуиция принадлежит Фрейду. Она очень проста. Фрейд вообще очень много спекулировал. То есть ему был свойственен такая манера, он называл это метапсихологической спекуляцией. То есть когда он пытался представить себе абстрактно что ли психическую реальность через некоторую модель живого организма. И вот в контексте этой модели живого организма одновременно соотнесенной с ну как бы такими первыми генетическими формами с младенцем. То есть конечно один из таких устойчивых концептуальных персонажей психоанализа это младенец. он открыт психоанализом. То есть открыт в каком смысле? Ну в том что это человек вообще что он сложен на чрезвычайности то есть что уже младенец являет невероятную сложность опыта поведения и переживаний которые тоже обнаруживаются в этом поведении. И поэтому конечно же внимание на нем оказывается сосредоточено а из-за того что поле действия младенца невелико то есть и то что мы можем там зафиксировать и описать то еще и удобно его формализовать то есть в связи с этим. И вот Фрейд говорит что первые действия которые мы можем совершать это проглотить и выплюнуть. Вот первый принципиальный человеческий жест. Если вслушаться вот мне кажется что на самом деле уже даже в этой предельно простой штуке вот это неистребимая странность интерекции и проекции начинает каким-то образом схватываться угадываться. В чем она? В том что вот это проглотить и выплюнуть то есть что оно содержит в себе ну как бы момент ошибки или спешки. То есть что я проглатываю потому что ну там рефлекс сработал. Прежде чем я успеваю сообразить вообще стоит это глотать или не стоит. И мы постоянно имеем дело мы знаем что младенцы это беда потому что они постоянно что-нибудь глотают то чего глотать не следует. То есть что вот так как будто бы этот акт глотания действия которое совершается то есть что вот здесь есть такой как будто бы маленький сбой то есть вот что-то что побуждает меня совершить эту ошибку. Точно то есть вот я глотаю то есть всегда слишком быстро прежде чем подумать а выплевываю я в общем тоже потому что я выплюнуть такая и десинкратическая реакция связанная с непереносимостью. То есть я не могу с чем-то не могу больше терпеть то есть мне необходимо от этого каким-то образом отделаться. Ну и у Фрейда присутствует конечно еще такая антропологическая линия когда он говорит о том что глотаю я эти действия проглотить и выплюнуть что они становятся способом различить свое и чужое и если я что-то глотаю то оно так или иначе уже становится моим и еще один такой момент что если я что-то глотаю то оно уже конституирует внутреннее то есть сам жест глотания приводит к формированию внутреннего то есть вот такие вещи которые ну вот казалось бы здесь может присутствовать даже какая-то такая гиперинтерпретация что может быть что-то мы Фрейду вменяем уже здесь на самом деле нет то есть в разных текстах он эти аспекты много думает то есть вот об этих первых жестах и рассматривает их как такие достаточно сложные следующий шаг принципиальный который происходит и тут вот еще такой важный момент меня не будет интересовать ну некая хронология становления этих понятий то есть наоборот мы будем совершать вот такие вот шаги ну то есть вот мне важно собрать ну скорее пазл какой-то скорее пазл чем выстроить логику и вот вторым таким очень важным элементом этого пазла становится так называемая теория объектных отношений которую создает Мелани Кляйн немецкий на самом деле ну вообще такая дама которая берет ну то есть происхождение которое связано с Венгрией живет она потом в Берлине а в Вене в Берлине а потом уезжает в Англию и в общем становится известной как британский психоаналитик и Мелани Кляйн создает некую такую фундаментальную теорию которая опирается как раз на исследование наблюдения младенцев то есть ее интересует самое раннее детство и она внимательно наблюдает за только что родившимися детьми то есть ее интересуют дети до одного года и даже можно сказать что особое ее внимание фокусируется на первой половине года и понятно что центральным событием этого времени становится кормление грудью и отношение то есть вся та сложность когда Кляйн говорит о том что младенцы невероятно сложные существа то этот вывод она делает на основе наблюдений того что происходит в процессе кормления то есть как маленькие дети относятся к груди и она говорит о том что вот есть у нее такая поздняя работа наблюдение за поведением младенцев она говорит что установка ну как бы что лучший способ проникнуть в психическую жизнь младенца это наблюдать за их как это там такая дурацкая особенность перевода наверное паттерны установки к питанию ну то есть то как ребенок относится к питанию то есть как он выстраивает отношения с материнской грудью тоже очень простая вещь то есть является ли он хорошим едоком или он является плохим едоком с жадностью он относится к к еде то есть или он ленив то есть и отворачивается от материнской груди И картина эта разворачивается, для нее чрезвычайно сложно, но общий вывод, который она делает, во-первых, то, что принимает ребенок в материнскую грудь или ее отвергает, в зависимости от этого, то есть мы можем понять, что вообще с ним происходит внутри. И мы можем понять, как складывают соотношения любви и ненависти. То есть она соотносит друг с другом интроекцию, то есть способность принимать нечто и способность любить. И наоборот рассматривает агрессивное отношение, то, что потом становится ненавистью, через призму отказа от еды. И вот это уже на самом деле не такая уж и очевидная вещь, потому что когда мы начинаем размышлять о любви и ненависти, то такая культурологическая риторика, что ли, она вообще немножко другая. То есть мы говорим о любви как о некоем таком альтруистическом чувстве, как о возможности что-то дарить другому, о возможности заботиться о другом. А Кляйн как будто бы разворачивает эту перспективу и говорит о том, что наша способность любить зависит от нашей способности принимать. То есть что если ребенок является хорошим едоком, то вот это скорее свидетельствует о том, что у него складываются хорошие отношения с матерью. То есть что он готов принимать то, что она называет, то есть готов формировать хороший объект внутри себя. То есть что грудь матери становится чем-то ценным для него. То есть и он может этим пользоваться. И в общем потом у Кляйн целая теория вырастает на этих представлениях об интроекции и проекции. И именно у нее изначальные понятия, они как бы тонут. То есть они становятся настолько органичными, то есть вот этими словами языка мы просто говорим на этом языке. То есть просто дышим им, просто думаем этими понятиями и всегда проскакиваем. Что вот то замедление, которое она изначально создала, что нам как будто не удается в нем удержаться. И вот в связи с этим можно сделать шаг назад и вспомнить о третьем таком элементе этого пазла. Потому что на самом деле был человек, который интроекцию и проекцию, ну собственно он и назвал их фундаментальными психическими процессами. Он сумел увидеть их как таковые, написал отдельные работы о них. И в общем весь его психоаналитический корпус, фрагментированный в достаточной степени, содержал вот такие возвращения к этим понятиям. Это Шандар Ференце, один из ближайших коллег Фрейда, его друг и, ну в общем, конечно, очень интересный мыслитель. Точно так же, как Фрейд, Ференце был отравлен культурой, был таким же книжным червем. И в этом смысле его мышление, оно было очень широким. То есть разрабатывая психоаналитические понятия, он пользовался таким очень широким кругом ассоциаций. То есть и научных, и культурных. И это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, тоже создает некоторые сложности, потому что, ну, как бы мы же ожидаем некоторой последовательности, языковой последовательности, то есть гомогенности методологической ситуации. Этого здесь нет. Но зато есть вот интуиция, за которой Ференце следует. И вот в 1908 году, практически сразу после знакомства с Фрейдом, он пишет две работы, посвященные интроекции и переносу. И в этой работе он как раз фиксирует странность этого процесса. В чем как бы состоит эта странность? Ну, во-первых, он говорит о том, что эти процессы, интроекция и проекция, они, их как бы надо заметить. Потому что в норме они, ну, поскольку они определяют всю нашу психическую реальность, то они невидимы. Но иногда они становятся заметны. И, в частности, они становятся заметны в истерической ситуации. Потому что, ну, вот вслед за Фрейдом Ференц описывает истерика как, ну, такой, как концептуального персонажа культуры. И, конечно же, истерик предстает прежде всего как такой субъект чувства, как субъект страсти, как тот, для кого в жизни важнее всего любовь, важнее всего отношения с другими людьми. То есть истерик – это человек, который постоянно влюбляется, постоянно оказывается захвачен чьим-то образом. Ну, вот я не знаю, как, например, Дора в том клиническом случае, который ведет Фрейд и который описывает, где вот тоже Дора становится, как бы начинает символизировать некую загадку женского желания, потому что мы никак не можем понять, кого Дора на самом деле любит, потому что оказывается, что среди людей, которые ее окружают, нет того, кого бы она не любила. При том, что это происходит таким вполне, как-то сказать, то есть речь не идет о некоторой непоследовательности и метаниях. То есть речь идет о том, что там вот три человека, то есть ее отец, друзья семьи, господин и госпожа К, по-разному, но абсолютно полностью занимает ее внутренний мир. И вот Ференс, размышляя над фигурой истерика, говорит о том, что его характеризует некоторая такая жадность влечений, что влечение истерика постоянно нуждаются в каком-то объекте. То есть они должны оккупировать этот объект, захватить его и присвоить самому себе. Но дальше происходит любопытная вещь. Дальше истерик устанавливает отношения с тем объектом, который он оккупировал, захватил и присвоил. А совсем не с тем объектом, который является реальным человеком, сопровождающим его в этой жизни и вообще-то связанным с ним какими-то отношениями. То есть истерик соблазняет, истерик заявляет о значимости другого для него и как будто бы действительно разворачивается некоторый сценарий любви, но при этом тот, кто оказывается в эту игру вовлечен, обнаруживает некую такую странную холодность. И вот Ференса говорит о том, что... И вот тут мы начинаем видеть, как работает интроекция. То есть мы видим, что она представляет собой такой как бы неудачный... Ну, вот так, наверное, можно сказать, что интроекция как процесс, который слишком активен в ситуации истерии, показывает нам, что истерия – это неудачный опыт любви. То есть что если бы эта интроекция не была бы так интенсивна, то есть не перебивала бы всё остальное, то, возможно, этот опыт любви сложился бы по-другому. То есть истерик, он как бы выводится не из травмы, не из каких-то исторических процессов, а оказывается, что какая-то ошибочка. То есть вот в способе любить совершается какой-то сбой, какая-то ошибка, и мы получаем вот там Настасью Филипповну, например. То есть или ещё какие-нибудь там замечательные литературные прецеденты, не только литературные, но и жизненные. Потому что мы знаем, что истерия – ну, в общем, очень популярная форма. Ну, и вот она была очень популярна. Конечно, существуют какие-то связи с культурным процессом. То есть она была очень популярна на рубеже XIX-XX веков. Ну, вот современные психотерапевты говорят о возвращении истерии. И это тоже, конечно же, очень любопытный момент, тем более, что возвращается она с некоторыми модификациями, такая уже обременённая нарциссическим ядром. И это тоже такая достаточно любопытная вещь, то есть такой любопытный синтез. То есть Ференса говорит о том, что мы впервые замечаем интровекцию, когда имеем дело с истерией. И точно так же мы замечаем её в аналитическом процессе, когда обнаруживаем такой феномен, как перенос. Когда анализант, ничего не зная об аналитике, который сохраняет свою нейтральность и, в общем, не позволяет получить какие-то сведения о нём как о личности, тем не менее становится предметом очень сильных чувств, которые он вызывает у анализанта. И здесь тоже Ференса видит тот же самый процесс. То есть когда жадные влечения, то есть они как бы проглатывают, то есть проскакивают через свой объект. И объект здесь становится чем-то, как бы поводом. То есть ошибка состоит в том, что мы-то рассчитывали, скажем, устанавливая отношения с тем или иным субъектом, который оказался истериком. То есть мы рассчитывали на надёжную коммуникацию, то есть на символический обмен, на разделённые чувства, а произошло что-то другое совершенно. И как бы некая любовная история проживается, но как будто бы на другой сцене. Точно так же, как сновидение разворачивается на другой сцене, так же эта любовная история тоже происходит на другой сцене. Так дело обстоит с интроекцией. И Ференци использует одну немецкую сказку для того, чтобы предложить нам такую яркую метафору, визуальный образ интроективный. Когда он рассказывает о старухе, у которой к носу приросла колбаса, и которая ощущает это как нечто ей принадлежащее. И поэтому на все попытки избавить её от этого уродливого образования, то есть она защищает его, как защищает своё собственное тело и как защищает свою собственную жизнь. То есть интроективная ошибка, она как бы состоит в том, что я в другом не вижу отдельного субъекта. Я его присваиваю, то есть он становится моим внутренним объектом, и всё. Дальше мне уже не оторвать его от самого себя. Противоположный процесс происходит в проективной ситуации. И, конечно же, тоже. То есть проекция – вещь очень естественная, но она становится иногда заметной. И Ференцы полагают, что психотическая структура позволяет нам заметить работу проекции и, в частности, такой хорошо известный феномен, как паранойя. Что в ситуации паранойи что-то происходит с моими чувствами. То есть речь идёт опять о моих чувствах. То есть в первом случае истерик был искренне влюблён в кого-то, то есть и соблазнял кого-то. В ситуации паранойи субъект тоже испытывает чувства к кому-то. Но по той или иной причине эти чувства оказываются невозможны. И вот тогда эта непереносимость приводит к тому, что происходит некоторый переворот обращения. И эти чувства свои собственные я приписываю другому. Но когда я их приписываю другому, происходит очередная ошибка, такая трансформация. Я их приписываю уже не просто как чувства, а как реальные намерения в отношении меня. Как действия, которые осуществляются по отношению ко мне. И обычно это происходит в двух возможных вариантах. То есть или тезис «я люблю его» в силу невозможности превращается в уверенность «он любит меня» или «он ненавидит меня». Но и то, и другое оказывается связано с преследованием, то есть с реальным преследованием. Есть еще третья версия, в общем, тоже довольно любопытная. Это ревность, конечно же. Когда моя вот эта тезис исходная, то есть «я люблю его» подвергается более сложному преобразованию. Он любит другого. То есть сначала мне нужно перенести это чувство и вменить его другому, чтобы что? Чтобы оно продолжало существовать. То есть получается, что я могу переживать свое чувство только когда связываю его с другим. То есть даю ему другого субъекта. Но связь со мной сохраняется тоже. Потому что он любит меня. То есть или он ненавидит меня. Или он любит другого. И тогда у меня появляется возможность установить, ну как бы удержаться в этом. Он любит не меня, а другого. То есть тоже для меня остается некоторое место, которое я встраиваю туда. Ну вот, как бы такой широко известный механизм паранойи. И пример со старухой. То есть его как бы следует перевернуть. То есть и Ференция говорит о том, что параноик готов как бы собственные части отрезать от себя и отбрасывать как ненужные. И судьба их меня больше не интересует. То есть свое собственное. То есть я начинаю понимать как чужое. То есть вот такие яркие достаточно ситуации. То есть когда процессы проекции, интроекции оказываются нами замечены. И когда они становятся способом порождения ну таких как бы патологических структур. Но как бы одна из основных мыслей Фрейда, которую поддерживают, конечно же, Ференция, состоит в том, что невроз – вещь банальная. То есть что невротическая структура не несет в себе ничего специфического. Что только количественный фактор то есть доводит дело до клинической ситуации. На самом же деле невротическая структура и есть психическая структура. И это значит, что процессы интроекции и проекции работают не только у истериков и параноиков. То есть что они работают и у нас также. И вот тот сбой, который их характеризует, и та странность, которая в них есть, что у них, наверное, как бы это то, что определяет их эвристику. Что психическая реальность, она вообще говоря, отлична от физического мира. Поэтому и причинно-следственные механизмы, то есть и порождающие механизмы здесь тоже должны быть немножко другими, нежели в мире столов, стульев, в мире физических предметов. То есть вот здесь как будто бы должна быть такая, ну что-то сумасшедшее изначально, то есть вот что-то неправильное. Но, конечно, как только мы, ну как бы зацепляемся, то есть за этот механизм, дальше у нас появляется возможность попытаться понять, как это все происходит в условно нормальных структурах. то есть почему, собственно говоря, объект влечения, да, то есть не становится столь важным для меня. И чего я хочу, когда я, ну вот, интроицирую, да, то есть тот или иной объект, чего я хочу на самом деле, что на самом деле происходит, когда я интроицирую что-то в себя. И Ференц говорит о том, что на самом деле процесс интроекции представляет собой пространственное расширение. Что мои отношения с этим самым объектом, то есть они на самом деле носят такой довольно странный характер. Потому что другой для меня является вот некоторым собранием черт. Такая, знаете, возникает несколько тоже, как бы изначально психотическая картина. То есть другой не является целостным образом, да, то есть он не является, ну там, Иван Ивановичем Ивановым, да, то есть тем-то, 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 то есть человеком, которого я люблю за то, что он умный, там, добрый, то есть и благородный. Нет, я сталкиваюсь с человеком как собрание мельчайших признаков, как с его манерой говорить, с его способом закуривать, его привычкой, там, я не знаю, поправлять волосы. То есть мы должны как бы вот раз, ну, фрагментировать, то есть человек состоит из множества маленьких особенностей. И отношения с ним, то есть они устанавливаются именно таким образом. То есть когда, ну вот истерик, то есть жадно поглощает другого человека, то, ну вот, совершается нечто вроде истерической идентификации. То есть, ну, и этот феномен тоже, он как бы широко известен. Да и любой, наверное, испытывал это на самом себе, ну, в особенности в эпоху пандемии, когда кто-то рядом начинает кашлять, в горле немедленно начинает першить. И, ну, то есть это ничто иное, как такая кинестетическая, ну, как бы артикуляция какая-то. Ну, то есть что-то происходит с моим телом в этот момент. Да, то есть, ну вот же, я наблюдаю какие-то конкретные абсолютно проявления этого. Вот, то есть интерактивный процесс Ференса определяет как процесс такого архитектурного, ну, архитектурного расширения, что, ну, как бы усвоение той или иной черты влечет за собой преобразование, как бы раздвижение этих внутренних стен. И это, ну, как бы внесение, то есть этого вируса как бы в себя нужно как бы для того, чтобы запустить этот процесс внутреннего движения. Ну, вот не так давно, очень нашумело, в 2010-м, по-моему, году, фильм Кристофера Нолана который назывался «Инсепшн», и который в русской версии перевели как «Начало». Но, конечно, перевод не очень хороший, потому что на этом термине «Инсепшн» в фильме было все построено. Ну, то есть это боевик, где фабула, фабула которого состоит, то есть это история о промышленном шпионаже, как это популярно нынче, и главный герой, он такой вор, который ворует идеи. И он сталкивается с очень сложной жизненной ситуацией, и решить эту жизненную ситуацию возможно только если он выполнит невыполнимое задание. А поскольку он суперпрофессионал, только на него можно рассчитывать в этом отношении, только он может выполнить что-то невыполнимое. В чем состоит это невыполнимое задание? В том, чтобы поместить в другого человека некую идею. То есть он должен инициировать. То есть это фильм про интроекцию, вообще говоря. То есть про то, как сделать так, чтобы другой человек оказался одержим какой-то мыслью и ее реализовал. И вообще Ференце примерно так в этом ключе об интроекции и говорит. То есть он говорит о том, как рождаются замыслы. То есть рождение замыслов – это и есть процесс выращивания в себе чего-то нового. В фильме Нолана решение этой задачи, оно тоже, в общем, такое достаточно концептуальное. И происходит это во сне. То есть это должно произойти… То есть герои, там команда есть, героев, то есть они формируют такую группу, которая проникает в сны другого человека. И, в общем, оказывается, что нужно очень много разных функций, чтобы оказаться во сне другого человека. И главная фигура, в которой нуждаются герои – это архитектор. То есть это тот, кто будет создавать пространство сновидения, кто будет выстраивать эти города, то есть выстраивать стены. И именно благодаря работе этого архитектора удастся проникнуть они там… Задача не просто в том, чтобы проникнуть в сон того человека, кому они хотят поместить эту идею, а в том, чтобы проникнуть в сон третьего уровня. В сон во сне, во сне. То есть неразрешимая задача в этом. То есть глубина сна, глубина психической реальности становится в самые основания. Вот там надо оказаться, там построить, организовать, раздвинуть этот мир, чтобы другой мысли, кроме той, которая нужна, у жертвы уже не возникло. Ну и, конечно же, в процессе становится не очень понятно, жертва, кто жертва на самом деле. Вот такое неожиданное совпадение между текстом 1908 года и текстом 2010 года, то есть теоретическим текстом и кинематографическим текстом. Но, в общем, это указывает на то, что какие-то мысли нас продолжают преследовать, то есть что нас продолжает интересовать то, каким образом формируется наше внутреннее. То есть вопрос об интроекции, он оказывается одновременно связан с несколькими сюжетами. Это вопрос о том, как формируются внутренние, это вопрос о том, как мы начинаем любить, то есть что такое в этом смысле любовь, и как мы понимаем другого, то есть как мы относимся к другому. То есть не относимся, как мы распоряжаемся им, каким образом мы помещаем его в самого себя. У Фрейда была знаменитая работа «Скорбь и меланхолия», которая была, правда, не про живых, а про мертвых, когда Фрейд размышлял об утрате, то есть о том, что происходит, когда мы теряем близкого человека, и на каких условиях мы готовы вернуться к жизни. То есть он говорит о том, что сама ситуация утраты – это психотическая ситуация, то есть это психоз, который мы переживаем, самый настоящий. И выздоровление, оно зависит от той работы, которая будет произведена. То есть его гипотеза тоже состоит в том, что другого нужно как бы похоронить в самом себе, то есть его нужно замкнуть в себе, создать вот такую, как-то не склеп, а еще есть какое-то слово такое – крипту, крипту. То есть запечатать его в самом себе, чтобы он не мог никуда деться. Ну, это как бы была такая идея Фрейда. Вот Ференцы немножко по-другому все это начинает интерпретировать. То есть для него процесс интроекции оказывается пространственным в большей степени. То есть он не создает изолированных структур внутри, то есть он не думает о том, что вот внутри боей психической реальности, то есть я замыкаю другого, то есть сберегаю его в чем-то. Нет. Другой становится поводом для такого архитектурного преобразования моего внутреннего мира. И то, что он состоит из… Для меня распадается на множество деталей, то есть тоже становится одной из… То есть уже несет в себе это архитектурное понимание. И еще одно, вот помимо этого неудержимого архитектурного расширения, Ференц предлагает еще одно определение. Он говорит о том, что интроекция – это бессознательное фантазирование о том, кого я интроицирую. Бессознательное фантазирование. Вот слова такие простые, казалось бы, но, во-первых, он озвучивает концепт, который еще не родился к тому моменту. Это концепт бессознательной фантазии, потому что представления о фантазии, они, в общем, были философскими в значительной степени, вплоть до, я не знаю, 30-х годов XX века, и были связаны с синтетической деятельностью. То есть мы предполагали, что фантазия – это, ну, как бы, что она работает на основе тех впечатлений, которые я получаю в жизни, которые могут комбинироваться, то есть и образовывать разные прихотливые синтезы. Но психоанализ принес, как бы, другое понимание фантазии, связанное с постоянным, непрерывным сопровождением любой деятельности. А когда мы говорим «любой деятельности», то мы прежде всего понимаем, ну, эту исходную деятельность – кормление. То есть, опять же, принятие и отвержение. То есть всё бессознательное фантазирование строится на бесконечном повторении как бы одного и того же. То есть получается, что проглатывать и выплёвывать – это тот основной тренинг, который мы без устали выполняем. И для нас это сопровождается как бы всё большим и большим развертыванием образов. То есть образов агрессивных и, наоборот, нежных, ну, как бы, каких угодно. Вот. И это бессознательное фантазирование становится, ну, вот, такой, ну, как бы, деятельностью, которая для Ференса выступает, как бы, прообразом, гипотезой любви. И тут ещё один элемент. Ну, тут вот количество элементов этого пазла, да, то есть оно начинает возрастать. И в той же самой британской традиции есть ещё несколько фигур, которые внесли очень большой вклад в понимание интроекции, в частности. И это, конечно же, Бион, который, размышляя над тем, что делает мать, когда она любит младенца, тоже, вот, как бы, как дело доходит до интроекции, то люди начинают задавать странные вопросы, вот, касающиеся таких очевидных, казалось бы, вещей. Ну, любит мать младенца, конечно же, а как же не любить-то? Ну, вот, и Бион, и Винникот, они уже, во-первых, не уверены, что обязательно должна любить, а уж если любить, то тогда надо как-то поконкретнее, что именно, да, как. И Бион говорит, она фантазирует о нём. Когда она о нём может фантазировать, это, в общем, означает, что это вот действие конкретное совершенно. Это действие любви, то есть, которое она совершает по отношению к нему. Вот. Ну, вот Бион этот опыт ещё и называл контейнированием, но это пока мы отложим. Когда второй британский аналитик, да, то есть Винникот, обращается к тому же самому опыту кормления, то он задаёт ещё один странный вопрос. И он тоже, ну, как-то вот вносит свой вклад, да, то есть в понимание интроекции. Вопрос такой, чья грудь? Кому принадлежит грудь? Потому что на этот вопрос у разных участников этого мероприятия совершенно разные ответы. То есть мать, в общем, уверена, что грудь её, а младенец абсолютно уверен, что грудь его. И ребёнок, то есть Винникот рисует тоже свою знаменитую схемку, где грудь оказывается ровно посередине, ну, то есть и является таким оспариваемым объектом, да, то есть она во рту младенцев, этого она его, естественно, и там младенческое всемогущество, и всё такое. И мать, которая тоже, в общем, собственную часть тела каким-то образом претендует. И вот этот вот вопрос, чья грудь, да, то есть чей сосок, если более точно, имеет ещё такой, как бы, ответ у Винникота. Он говорит о том, что вот в этом очень сложном, сложной сцене встречи ребёнка с материнской грудью дело должно происходить так, что грудь должна реально оказаться в том месте и в то время, где ребёнок её сфантазировал. Вот это его такая, его модель чуда. Модель чуда, которая на самом деле происходит. Да, что мать иногда, не всегда, она иногда умеет угадать, и вот она, да, опаньки. И всё оказывается именно там и тогда, то есть когда он является, ну, как бы, иллюзорным объектом, да, то есть его фантазией ребёнка. Потому что когда ребёнок голоден, он фантазирует образ этой груди, и тут, ну, как бы, все маленькие детали оказываются чрезвычайно важны. И когда вот так происходит, да, то есть когда это чудо случается, то тогда рождается то, что Венингод называет переходным объектом. То есть таким объектом, относительно которого мы не можем, мы как бы не должны задаваться вопросом, чья она. То есть мы не должны задаваться вопросом, он её создал своим воображением или он её нашёл вот здесь, в этом месте. Мы не должны задаваться вопросом, потому что здесь мы имеем дело с рождением некоего бессознательного знания. То есть и вот это бессознательное знание становится для Венингодда такой, ну, как бы, рабочим, ну, как бы, ну, средоточием интроекции. То есть что, как бы, взаимодействовать, вот этот диалог внутреннего и внешнего, да, то есть что он должен развернуться таким образом, ну, если это успешно всё происходит, да, то есть что, ну, как бы, что мы будем нести в себе иное, как своё собственное, да, то есть и ровно так же, ну, то есть что вот то, что так грубо звучит в немецкой сказке, которую приводит Ференце, ну, то есть на самом деле в каком-то более таком стабилизированном контексте, да, то есть выглядит не как нечто монструозное, ну, то есть а как нечто чудесное. Но вот неистребимая странность, да, то есть она остаётся, ну, то есть и она, вот мы видим, как она работает здесь. Как происходит, да, то есть вот эти отношения внутреннего и внешнего, объемлющего и объемлемого, ну, то есть они изначально запутаны, да, то есть и интроекция эту запутанность как бы поддерживает, что ли, и развивает, да, то есть вот так, наверное, можно сказать. Нужно ещё отметить, что не только в психоанализе, да, то есть что есть ещё один автор, который, ну, вот думал о сходных вещах, да, то есть и имел очень выраженную интуицию вот того, что психоаналитики описывали как интроективные процессы. И это, конечно же, был Вальтер Бенемин. Вот в замечательной книжке «Берлинское детство на рубеже веков», где Бенемин описывает собственное детство и проект, сам проект этой книги, ну, собственно, как и многих других, то есть его текстов, это одновременная попытка описать собственный внутренний мир и тот мир, в котором он жил, то есть внешний мир, да, то есть Европу, начало XX века. И вот смотрите, первый фрагмент, с которого он начинает, называется отнюдь не, там, скажем, если взять, а тут, может, нет оглавления, ну, короче, не какие-то знаменитые памятники или памятные места Берлина выходят здесь на первый план. Первый фрагмент называется «Лоджии». И в этом фрагменте описывается лоджия, ну, то есть на которой он младенцем лежал. Первая фраза. «Подобно матери, которая, прикладывая к груди своего новорожденного, никогда не потревожит его сон, жизнь долгое время заботливо оберегает нашу хрупкую память о детстве. Ничто не питало мои воспоминания столь щедро, как вид дворов, где была среди темноватых лоджий одна, летом затененная маркизами, ставшая колыбелью, в которую уложил меня своего нового жителя, Берлин». И дальше, ну, собственно, вот языковая логика Бенемина все время разворачивается как такое постоянное переплетение внутреннего и внешнего. Ну, это вообще в итоге превращается в его такую специфическую миметическую теорию. Есть один небольшой знаменитый фрагмент «Дерево и речь», где он садится под дерево и буквально перформанс такой языковой исполняет, показывая, как листочки дерева, на которые он смотрит, переплетаются с теми словами, которыми он эти листочки описывает. Это то, что для него как бы всегда чрезвычайно важно. Есть еще одна его работа «Поэт в эпоху зрелого капитализма», где он описывает поэзию Бодлера, и где в итоге рождаются, формируется такой очень сложный сюжет, где Бодлер становится некоторым интроектом самого Бенемина, и где, реконструируя внутренний мир, внутренний мир Бодлера реконструируется через архитектуру Парижа. Ну, вот тот знаменитый эпизод с пассажами, то есть, когда появление пассажей и появление городских кафе становится средой формирования поэтического текста. То есть, когда внешнее превращается во внутреннее, то есть, когда город превращается в дом, который присваивается поэтам, и создается это предельно тесное сближение между поэтическим языком и уличной ситуацией, например. Ну, и там целый ряд стихотворений интерпретирует Бенемин. Но это совершенно особый, конечно же, тип аналитики поэтического текста, который выполняет сразу несколько задач. То есть, показывает, как Париж присваивается Бодлером, а Париж, присвоенный Бодлером, присваивается Бенемином. То есть, вот этот непрерывный процесс архитектурного расширения, то есть, построения своего внутреннего мира. То есть, вот тот сдвиг, который здесь происходит, то есть, это то, о чем я вначале говорила, о том, что не эмпатия нас уже интересует. То есть, что, вступая в отношения с другим человеком, то есть, мы вступаем в отношения, то есть, мы начинаем переживать некоторую ситуацию. То есть, и нас становится много в некотором смысле. Ну, то есть, вот как в фильме Нолана, да, то есть, или как в тексте Бенемина, где сразу несколько персонажей. Ну, и на самом деле, там действительно возникает несколько персонажей. Старьёвщик, фланёр, апаш, дэнди. Да, то есть, всё это, ну, вот такие архитектурные, как бы образования, да, то есть, воплощения, которые разные городские моменты, то есть, фиксируют и схватывают. Да, это всё те расширения чувственности, через которые проходит и Бодлер, и Бенемин, конечно же. Да, то есть, вот так конструируется наша внутренняя вселенная. И, наверное, не случайно этот тип бессознательного знания, который порождается интроекцией, начинает именоваться вкусом. То есть, вот аналитика вкуса, да, которая разворачивается там уже в конце 20 века, да, возвращение к кантовской критике способности суждения, к Бёрку, к его исследованию вкуса. Интерес к вкусу, как, ну, вот такому типу знания, который невозможно объективировать, да, а который только там показывает пальцем, да, то есть, выбирает, мизансценирует, да, то есть, разворачивает какие-то ситуации для себя. И, что самое важное, да, то есть, вкус – парадоксальная способность. То есть, парадоксальность интроекции, она как бы кульминирует во вкусе, потому что вкус одновременно несет в себе идиосинкразию, и удовольствие. Ну, то есть, и вот у Ханны Арен, в частности, в лекциях «Политическая философия Канта», где она обсуждает критику способности суждения, она говорит, она этот парадокс решает таким образом, да, то есть, она говорит о том, что вкус жертвует своей индивидуальности, что вкус, как то, что мы разделяем с другими людьми, основано на жертве своей индивидуальности. И это, ну, вот, как бы такая интересная, конечно, история. Ну, у нас есть еще второй процесс, да, то есть, и это проективный процесс, в некотором смысле гораздо более драматичный, потому что он связан, ну, и как бы кажется, что, ну, то есть, вот что такое интроекция, как переживание, мы как бы начинаем понимать, да, то есть, здесь нет вот этого момента достоверности, то есть, вот переживание, как чего-то, я сейчас переживаю там то-то и то-то, этого нет, да, то есть, вот эта архитектурная идея и идея бессознательного знания, да, то есть, она уводит нас от определенности. Ну, то есть, если я что-то переживаю, я как бы не знаю, что я переживаю, да, то есть, я просто вовлечен в этот процесс, со мной что-то происходит, я потом узнаю, что со мной происходило. Ну, вот, в ситуации с проекцией здесь есть эта привязка к достоверности, но она реализована очень странным образом. Она реализована как, ну, как бы, как телесное, ну, как такой телесный якорь, что ли, да, то есть, как связь, ну, да, ну, как бы, как локализованное переживание. Но это локализованное переживание, оно может быть, оно совершенно не обязательно должно в моем теле происходить, да, то есть, оно может еще где-нибудь случаться. И вот я уже сказала о том, что проекция, она, ну, то есть, что она может затрагивать как чувство, то есть, то, что я как бы испытываю, да, по отношению к другому, так и тело, и мое собственное я. То есть, я могу спроецировать переживание, переживание собственного тела. И вот Ференце, ну, он много об этом думает, он думает о паранойи, для него этот сюжет о паранойи, оказывается, связан тесно с гомосексуальностью, но, кроме этого, он еще и вот о проекции, как бы в контексте тела очень много думает. И у него есть такая работа, которая называется «Тик с точки зрения психоанализа». И вот он анализирует тики, и вот это как бы такая тоже очень, ну, обращение к повседневности. То есть, я считаю, что анализ тиков – это обращение к повседневности. То есть, не… Но при этом тик – как бы очень странная вещь. То есть, с одной стороны, тик может встречаться у кого угодно, то есть, у нас есть какие-то мелкие тики, наверное, которые мы время от времени замечаем, когда глаз дергается, то есть, или мышца какая-то начинает дергаться. Но вместе с тем, тик может сопровождать, практически всегда сопровождать тяжелые психотические расстройства. И вот это странно, да, то есть, с одной стороны, это, казалось бы, невинная совершенно вещь, которая сама по себе не является причиной там чего-то. Но наряду с этим, то есть, если мы имеем дело с тяжелым психозом, то тики всегда есть, и они, ну, то есть, могут быть разными, то есть, они нарастают, и вообще могут превратиться в очень серьезную, в очень серьезную проблему. И вот размышляя над, ну, как бы, генезисом тика, это большая, конечно, такая сложная работа, Ференц связывает это как бы с травматизацией, то есть, с тем, что тик возникает на месте какой-либо травматизации, ну, там, проведенной операции, то есть, или перенесенного, ну, там, какого-нибудь просто перенесенного падения, удара, там, или еще чего-то. И этот травмированный участок тела, то есть, что он как бы оккупируется такими аутоэротическими, то есть, оккупируется аутоэротическими влечениями. И, ну, тик – это же компульсивное, компульсивное некое переживание, да? И что в тике странно, то, что это маленькая зона, да, то есть, возникает некоторая изолированная, то есть, несколько мышц начинают вести себя абсолютно самостоятельно, и мы не можем это контролировать. То есть, часть нашего тела, да, то есть, маленькая часть нашего тела вдруг начинает, ну, автономизируется, да, то есть, она начинает жить своей жизнью. И стереотипии, да, то есть, мгновенные эти стереотипии, которые для меня связаны с очень противоречивым переживанием страдания и наслаждения одновременно. То есть, наслаждение тоже оказывается туда каким-то образом интегрировано, и, ну, то есть, вот такой, ну, как бы, момент саморазрушения оказывается с этим связанным. То есть, если взять такой тяжелый, последовательный случай тика, то мы будем иметь дело с, ну, как бы, с уничтожением собственной телесности. Ну, он приводит там массу всяких разных примеров вот с такими неудержимыми тиками, причудливыми очень. Там, я не знаю, про человека, например, который все время грыз на балдашнике собственной трости, то есть, сгрызал карандаши, сгрызал трости и, пытаясь с этим как-то бороться, сделал серебряные на балдашнике и уничтожил собственные зубы, потому что он не мог, ну, как бы, сопротивляться, да, то есть, этому тику. То есть, этот момент саморазрушения, ну, то есть, он, ну, как бы, ничего невозможно с этим сделать. И, рассматривая, у него есть такой образ, да, то есть, он говорит о том, что вот это отчуждение собственного тела, да, то есть, которое мы переживаем в проекции, что оно, ну, то есть, тик – это микроконвульсия, как бы, да, как бы такая клоническая судорога. Тяжелая форма психоза своим симптомом часто имеет каталептическое состояние. Когда человек погружается в некоторую неподвижность, ну, и такая восковая гибкость, да, то есть, его характеризует. Что в это время происходит? И Ференса выдвигает гипотезу о том, что это каталептическое состояние – результат множественных тиков. То есть, так, как если бы тики захватили все тело, и мы превратились бы в, ну, то есть, вот все наши переживания, ну, то есть, все наши чувствования, либиды наши, да, то есть, было бы изъято из внешнего мира и целиком сосредоточено на собственном теле. Это утопическая ситуация, конечно, но на самом деле тяжелые психочки именно это и переживают. И когда Фрейд описывает там случай Шрёбера, ну, то есть, и когда у Шрёбера начинается тяжелый психоз, да, то есть, и он погружается в каталептическое состояние, то он-то нам потом рассказал, что в это время было, да, то есть, он рассказал, что как раз в это время начались чудеса, которые происходили с его телом. То есть, каталептик неподвижен, потому что невероятная событийность начинает разворачиваться в пространстве его собственного тела. То есть, и при этом Ференцы приводит такую, сейчас я приведу цитату, где он написывает то, что, ну, как бы вот, то, что переживается, да, в этот момент. Лишь в каталепсии человек достигает той степени самоконцентрации, концентрации факира, в самой глубине я, при которой даже собственное тело ощущается им как нечто чужеродное для я, как осколок окружающего мира. И к судьбе, уготованной этому осколку, его обладатель остается совершенно холоден. То есть, вот такой процесс, да, ну, то есть, когда мы можем представить себе крайнюю точку, ну, то есть, когда собственное тело переживается как нечто абсолютно чужеродное, да, то есть, как осколок чего-то, неизвестно чего, к судьбе которого я абсолютно безразличен. И вот это тоже мы должны понять, вообще говоря, как форму, как форму переживания. Да, то есть, получается, что интерактивный и проективный процесс, да, то есть, задают для нас, ну, вот два таких, ну, нетривиальных, в общем, достаточно опыта. Ну, то есть, один опыт, связанный со строительством миров, да, то есть, с таким архитектурным процессом, и второй опыт, связанный с, ну, таким радикальным отчуждением своего собственного тела. Но это отчуждение, да, то есть, имеет своей, своей другой стороной предельную концентрацию на самом себе, да, то есть, в одном случае это раздвигающиеся стены, да, то есть, в другом случае это сосредоточенность, да, то есть, привязанность к собственному, то есть, когда я оказываюсь привязан к собственному телу, но как к тому, которое является некоторым космическим телом, да, которое я могу рассматривать только, то есть, что вот эта идея, декартовская идея самодостоверности, ну, то есть, она оказывается совершенно невозможна в этой перспективе интеракции и проекции. Ну, то есть, где это я мыслю, следовательно, существую, как я могу сосредоточиться на своих собственных актах? Нет, я не могу. Лакан потом и скажет, там, где я мыслю, я не существую. И наоборот, там, где я существую, я не мыслю. Он уже усвоил этот парадоксальный формат постоянного несовпадения с самим собой. И два этих процесса, они нам два типа несовпадения задают. Ну и, конечно, так немножко жутковато выглядит эта перспектива аутопластического, как говорит Ференс, приспособления, что есть два способа. Это аллопластическое приспособление. То есть я могу изменять мир. Когда что-то у нас не склеивается, я начинаю устраивать, чайничек включить, стул принести, еще как-то картинку повесить. То есть как-то начинать изменять мир вокруг себя, чтобы он был более или менее приемлем. Но возможен путь аутопластического изменения. То есть когда я изменяю не мир вокруг себя, а себя. И плачу за это вот этим переживанием чуждости. Воспоминаются, конечно, и литературные стратегии начала XX века. И мне кажется, что мы вполне можем соотносить разных авторов стилистически, с разными стратегиями. Ну, не знаю, для меня Пруст – это, конечно, совершенно интроективная стратегия. То есть вот такого непрерывного расширения мира, где как будто бы нет меня самого, но вот это вот моё я состоит из множества, огромного множества персонажей, которых становится все больше и больше, и которые все несут в себе какую-то значимость. А проективная стратегия – ну, это вот другой тип текста, скажем, Кавки, где… Ну, это тоже такие демонстративные примеры, то есть можно привести, наверное, какие-то гораздо более тонкие. Но мне прежде всего вспоминается фраза Кавки, откуда-то из дневников, где он говорит о том, что человек становится писателем только когда начинает говорить о себе в третьем лице единственного числа. То есть вот так, как если бы это он, то есть вот остановилась этой реализованной проекцией, то есть которая косвенным образом позволяла бы выполнять то, что мы называем работой переживания. Вот. Ну, вот в целом, наверное, на этом можно было бы остановиться. Есть ещё такое небольшое размышление у Ференса, поскольку у него тоже пазл, который он всё время собирает, и он как бы всё время ещё размышляет о сексуальности и создаёт такую свою теорию сексуальности. И для него это тоже связано с проекцией-интроекцией, поскольку сексуальное событие как-то предполагает процессы проникновения, то есть и некоторые фантазии проникновения. И его вот некая такая фундаментальная идея, она в таком эволюционной перспективе прямо. То есть он создаёт то, что он называет биоаналитической теорией сексуальности. То есть человеческую сексуальность он вписывает в некоторый природный такой контекст. И мысль его в том, что основная интрига сексуальности – это бой, битва или решение выдать или не выдать собственный секрет. И слово секрет здесь понимается с одной стороны буквально, а с другой – метафорически. Буквально, в смысле генитальный секрет, экулят, а с другой стороны – тайну, то есть тайна индивидуальности. То есть вот этот, казалось бы, такой конкретный совершенно аспект сексуального акта для него становится метафизическим таким моментом. И он делает шаг назад и полагает, что вообще проблема, одна из основных проблем, которая стояла перед живыми организмами, была связана с идеей размещения в надёжном месте, в безопасном месте своего генетического материала. И что это было остроумное решение. То есть сексуальность связана с остроумным эволюционным решением – спрятать в другом. Потому что нам рыбы прячут под камнем. То есть что пока мы из воды не вышли, то прятали где-то в таких местах. Но вот отношения с суши, то есть тут стихии, конечно, тоже очень важны, они требуют какого-то другого решения. И вот это остроумное решение, оно, конечно, рискованное. И оно связано с новой такой коллизией. И это опять вопрос. Я просто сейчас это вот сюда ставлю, потому что соотносить это с процессом интроекции – это долгая такая работа. Тут надо ещё думать, фантазировать и что-то достраивать. Но вот всё-таки эта идея такая мощная у него, поэтому пусть будет. Вот. То есть вот так примерно я понимаю этот опыт переживания в психоаналитическом ключе. Как такой ритм, интермитирующий ритм, то есть ритм, который с перебоем как бы всегда существует. Отношений интерактивных и проективных процессов, где и они сами-то не образуют никакого гармонического синтеза, но и каждый из этих процессов внутри себя тоже несёт вот эту неистребимую странность или какой-то сбой. Ну вот в этом смысле с нашими переживаниями, конечно, никогда, ну вряд ли мы можем рассчитывать на гармонию и покой. С ними всегда что-то не так, что-то неправильно. Всё, может быть вопросы. Всегда ли переживание является личным? Может ли переживание быть общим или другого человека? Например, взрослый объясняет ребёнку что-то, ну допустим, про возраст. У ребёнка нет такого опыта переживания. Как ребёнок будет относиться к этому переживанию, которое его транслировали? Ну, сложный вопрос. Ну, сложный прежде всего потому, что, конечно, мы имеем дело с некой несоизмеримостью, то есть опыта взрослого и опыта ребёнка. И со столкновением двух фантазийных миров, да, и вот если следовать этой логике, ну вот Ференца в частности, то, конечно, совершенно случайные моменты того, что предложено взрослым, да, то есть будет использовано ребёнком для, ну, синтеза собственной конструкции. Ну, то есть и вряд ли мы можем рассчитывать на то, что, ну, ребёнок поймёт взрослого. Да, но здесь есть другая вещь. Вот когда вы сказали о том, что возможно ли общее переживание. Ну, то есть, ну, нет, судя по всему, нет, да, то есть общее переживание, ну, наверное, вы имеете в виду те чувства, которые захватывают массы, ну, то есть когда все как бы ведут себя единообразно. Ну, вряд ли мы можем тут говорить о переживании, да, то есть мы говорим об аффекте. Но вот интерсубъективность переживания – это факт. И вот если бы мы дальше развивали эту идею проекции, то мы должны были бы, конечно, сказать ещё и о том, что её некоторым, её кульминацией, да, то есть вот кульминация интерактивного процесса – это вкус. Кульминация интерактивного, проективного процесса – это когда, ну, то есть я думаю, я могу думать только мысли другого человека, другой человек. То есть я сам не могу додумать свои мысли до конца никогда. Потому что другой может додумать мои мысли. То есть а я могу додумать мысли другого. Что вот тут мы всё время имеем дело с некоторым хиазмом, да, то есть и, ну, как бы не можем обеспечить непрерывность развития одной мысли внутри одного личного опыта. Вот что касается общих переживаний, то они вот хиазматичны, да, но при этом это одно пространство, да, и эти переживания, ну, вот тут, мне кажется, феноменологическое решение, оно такое очень привлекательное. Там Гусарль, например, говорит, да, то есть что я не имею доступа к непосредственным переживаниям другого человека. Да, то есть, ну, у меня есть опосредованная, опосредованная перцепция. Да, то есть я создаю, ну, то есть возникают некие такие интерферирующие поля. Ну, то есть мы находимся в одном поле. Переживание одно, да, то есть, ну, оно как бы разделено, да, то есть часть моего переживания переживаешь ты, часть твоего переживания переживаю я. Ну, то есть, ну, мы принадлежим одному миру. Ну, то есть мы всё время пытаемся, ну, как-то договориться, да, то есть тоже соотнести эти фрагменты. У нас, конечно, ничего не получается. Вот, ну, вот мне кажется, что таким очень ярким прецедентом такой истории является, как бы отношение Биона и Беккета, что вот в раннем, ну, как бы в начале карьеры того и другого, да, то есть психоаналитической карьеры Биона и писательской карьеры Бекета произошла встреча между ними и двухлетний анализ. То есть они два года разговаривали. Этот разговор ни к чему не привёл, ну, в том смысле, что Бекет покинул терапию. Но и больше они не встречались. Но вот если мы возьмём текст Беккета и текст Биона, то возникает абсолютное ощущение, ну, то есть что они думают об одном и том же. На разном совершенно, ну, как бы на разных языках, да. Один создаёт психоаналитическую теорию, другой пишет молой, мэллоун умирает, безымянный, да, то есть пишет свои романы на своём странном языке. Вот в этом, ну, совершенно, тоже психотической, хочется сказать, манере. То есть то, что продумывается и в том, и в другом случае, идея отсутствия. То есть то, каким образом отсутствие вписано, да, то есть в нашу психическую жизнь. То есть как оно работает, ну, как бы вот в повседневности, везде. Как оно преобразует телесность. То есть вот, ну, я думаю, что таких примеров мы можем найти довольно много, да. Ну, и дело, конечно, не в примерах, это просто, как бы, прецедент. Дело в общем механизме. Да, то есть, ну, и понятно, что это очень важный такой процесс, да, потому что это касается, ну, вообще понимания того, как знание функционирует. Спасибо, Нина. Я был, не скрою, был заинтригован в вашем выступлении. Первый раз уже слышу, и вы даже когда-то так слышали, говорили, что там сейчас вот некий такой поворот переживанием и так далее. И вы начали с того, что трудноопределимая семантика, я действительно согласен. И спасибо огромное, что вот вы так с психоаналитической такой точки зрения рассказали. А я занимаюсь психологией, принадлежу, так сказать, петербургской школе. И разделяю в этом смысле позицию Бехтерова, который в свое время, отдавая должное Фрейду, замечал, что, ну, если так переводить на более современный язык, что у профессора Фрейда нет объяснения самого главного объяснения, объяснения той силы, которая притягивает мужчину к женщине, ну, и наоборот. И в этом-то как раз скрывается, ну, наверное, по-моему, самая главная суть ощущений, когда, ну, даже самые обычные люди, которые не знают ни психоанализа, ни психологии, но если у них есть интимные отношения, то они всегда могут сказать, что вот я переживаю не только свои эмоции и чувства, да, даже не называю, но и эмоции и чувства партнера или партнерши, и это их связывает. Ну, это такое мое высказание, а вопрос мой, ну, может быть, я предельно заострю. Вот интроспекция и проекция – это два разданных вида переноса? Или проекция только переноса? Интроекция. Да, хороший вопрос. Опять же, если думать о том, что вот то, что интроекция связана с любовью, как будто не вызывает у нас никаких особых сложностей. Большей сложности при попытке соотнести проекцию с ненавистью. Потому что как же, да, то есть мы же только что говорили о переживании чувств друг друга и так дальше. Но вот как будто бы и ненависть тоже мы должны как-то немножко по-другому интерпретировать. Не как непереносимость чего-то, да, а как в температурном таком ключе, да, как холодность, как, ну, то есть вот как будто бы есть, там есть горячие и холодные медиа, да, как будто бы есть горячие и холодные чувства, да, и как будто бы, ну, то есть вот возможно такое преобразование любви, да, которое связано с ледяной любовью, да, и вот, ну, вот в этом смысле, может быть, да, интересно думать об этом, как про два вида переноса. Даже про три вида, да, потому что есть, ну, обычное, ну, как бы раздражение и неприязнь, да, по отношению к терапевту и злости, ненависти, всё такое. Что вот есть ещё такое, вот Ференц же очень много говорил о том, что, ну, перенос может разворачиваться как обесценивание аналитика, но гораздо более опасно, когда он разворачивается как обесценивание анализа. И вот, да, вот это вот, как бы ледяное, да, то есть вторжение ледяного такого переживания. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.